Святой Великомученик Георгий Святой Великомученик Георгий особенным образом запечатлелся не только в истории Вселенской Церкви, но и в жизни нашего Отечества совершенно особым провиденциальным образом. Его изображение стало в центре нашего государственного герба, в центре герба Москвы. Эти символы нашей национальной жизни, увенчаны его святым изображением, не случайно. Почему? Да потому что на протяжении всей истории народ наш, обращаясь к Святому Великомученику Георгию в самые трудные моменты жизни, в первую очередь связанные с военными действиями, получал просимое. Можно сколько угодно говорить о неких совпадениях, случайностях, но победа в Великой Отечественной войне – это победа на грани невозможного. Столкнулись силы, одна из которых во много превосходила другую. Враг был непомерно сильнее во всем – в экономике, в организации, в вооружении, во многих областях, в том числе и в области военных наук. Навстречу этим поработителям воинская форма, которых была разработана известным дизайнером – боссом. До сих пор это имя известно. Вышли наши воины в галошах и в обмотках, в тоненьких шинелях 30-ти градусный мороз здесь, под Москвой, с винтовками более чем 50-летней давности, с танками, уступавшими противнику, с оружием, которое нельзя было сравнить, голодные. А еще давайте вспомним прошедшие и годы лихолетия и репрессий. Верующих, чья вера разрушалась, неверующие, чьи идеалы часто тоже сокрушались. И вот этот народ, который был бы как же предназначен быть жертвой победителя, вдруг одерживает сокрушительную для врага победу. И последние залпы Великой Отечественной войны прозвучали в день святаго Георгия Победоносца. Случайность? Кто-то думает, что так, но не мы, люди веры. А разве можно назвать случайным, как будто бы действительно случайное совпадение, что маршал Победы был Георгием Константиновичем Жуковым? Святой Георгий через эти знаки являл нам свое присутствие в нашей борьбе и в нашей победе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok